здравствуйте дорогие зрители рада приветствовать вас на своем канале сегодня друзья приготовим очень вкусный торт карпатка особенно для любителей эклеров таких как я я очень люблю этот торт и готовлю его накануне своего дня рождения сначала будем готовить заварное тесто в сотейник я добавляю молоко сахар щепотку соли и ставлю на средний огонь добавляю масло сливочное комнатной температуры вот молоко закипело все помешиваем когда молоко очень активно стало кипеть только тогда добавляем муку все активно быстро перемешиваем разбиваем все комочки огонь держим средний можно немножко убавить все перемешиваем подсушиваем тесто разбиваем все комочки и как только у нас внизу на сковородке появится вот такая тонкая тонкая корочка сейчас я вам дальше объясню и покажу и эта корочка будет сужаться до центра то есть практически центр также вот покрываться тонкой корочкой тесто уже у нас готово можно выключать огонь и тесто убирать я еще буквально минутку подсушиваю перестраховываюсь это очень важный момент очень хорошо подсушить и заварить наше тесто так оно дальше будет лучше у вас подниматься все снимаем я перегружаю дежу миксера пока я тесто перегружаю дежу миксера дежа холодное тесто остывает оно должно быть в среднем 60-70 градусов вот я включила средний обороты тесто продолжает охлаждаться буквально на это уходит пару минут и я ввожу по одному яйцу вот одно яйцо ввела перемешиваю тесто на средних оборотах до однородности потом ввожу второе яйцо опять перемешиваю тесто до однородности здесь спешить не нужно развиваем клейковину перемешиваем и вот я ввожу третье яйцо опять перемешиваю до однородности и потом тесто еще буду перемешивать в среднем 5-7 минут чтобы тесто стало эластичным и в дальнейшем он она у нас будет хорошо подниматься проверяем тесто как мы его хорошо перемешали создаем вот такой вот язычок и он должен быть вот такой гладкий по краям не рваться тесто очень хорошо тянется тесто у нас готово я подготовила заранее два кольца диаметр 20 сантиметров визуально делим тесто на две части перекладываем формы и хорошо разравниваем тем временем духовка у нас уже включена заранее прогреваем 180 градусов вверх вниз на 30 минут пока тесто готовится будем готовить заварной крем в сотейник переливаю молоко огонь средний довожу молоко до кипения в отдельный сотейник добавляю сахар муку соль все перемешиваю добавляем яйца и здесь нужно хорошо перемешать до однородности чтобы не было никаких комочков по желанию муку можно заменить на кукурузный крахмал молоко практически закипело тонкой струйкой я ввожу в тесто перемешиваю активно разбиваем все все комочки и ставлю заварной крем завариваться на светний огонь никуда не отходим активно помешиваем и увариваем крем до загустения чем гуще крем получится тем будет лучше огонь я держу средний я вот показала вам по желанию можно добавить ванильный сахар вот как только уже появились у нас первые булечки еще провариваем буквально одну-две минутки можно готовить также на водяной бане если нет вот кастрюльки с толстым дном потому что если крем пригорит это уже ничем не изменить накрываем пленкой контакт и отправляем в холодильник когда остынет до полного охлаждения тем временем эклеры наши большие приготовились зарумянились вверх-вниз полностью подрумянились если сильно у вас вот на протяжении 30 минут зарумянилась можете температуру опустить до 160 градусов как бы подсушить немножко серединку чтобы серединка не было влажной вот такие вот два красивые коржа получились крем у нас заварной остыл стал очень густой дежу миксера отправляем сливочное масло комнатной температуры взбиваем буквально пару минут до пила и начинаем добавлять по одной столовой ложечке заварной крем и взбиваем скорость чуть выше средней из пяти возможных я ставлю третью четвертую скорость на весь процесс приготовления крема процесс взбивания уходит где-то 5-6 минут крем получается очень пышный и конечно очень вкусный вкус напоминает как вот мороженое пломбир я очень люблю подавать этот торт карпатка с карамелизированными яблочками с корицей пока крем взбивается на сковородочку отправляю кусочек сливочного масла произвольно нарезаю яблочки добавляю ложечку меда здесь вот огонь чуть выше среднего чтобы яблочки у нас не варились а именно обжаривались карамелизировались добавляю для вкуса коньяк и вот здесь буквально пять минут они покипели добавляем щепотку корицы и можно выключать пока все приготовиться яблочки будут тоже готовы очень будут вкусные ароматные и крем наш взбился ну вот и все друзья собираем тортик выкладываем на дно первый корж я этот холмик немножко примяла сверху выкладываем весь крем все хорошо разравниваем будем накрывать второй половинкой накроем пленкой и отправим в холодильник ну у меня как правило это получается всегда на ночь крем стабилизируется станет плотнее и торт получится волшебный очень очень вкусный готовьте друзья с удовольствием получите незабываемые эмоции это очень вкусно с ягодами с малиной с голубикой с чашечкой кофе наслаждение всем приятного аппетита приятного просмотра не забудьте друзья подписаться на канал мне будет очень очень приятно до новых встреч пока пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч